Приветствую вас, давайте разберем ваши вопросы. Прежде всего, прежде чем приступить к разбору вашего текста, хочу сказать, что вам не понравится то, что я скажу, с одной стороны, с другой стороны, я понимаю ваши чувства, я понимаю ваши ощущения, я понимаю то, что вы ощущаете и то, что вы хотите. На мой взгляд, ваш вопрос в целом похож на человека, который зависит от очень ярких впечатлений, зависит от ярких эмоций, но которые сведены к чему-то конкретному, к конкретному переживанию, к конкретному импринту, если угодно. И из-за этого вы, как бы, зависимы от этого, да? На мой взгляд, ответ на ваш вопрос кроется важным в собственном ресурсе. Сейчас ваш ресурс находится в неопределенности, сейчас ваш ресурс находится в другом человеке, из-за этого вы зависимы. И я думаю, что вы в какой-то момент передаете власть над своей жизнью другому человеку, в том числе мужчине. Итак, мы вместе полдора года встречаемся по выходным праздникам, кроме НГ и дней рождения. А что между вами общего, что вас связывает, на чем вы выстраиваете свои отношения, какими ролями личности вы состыковываетесь друг с другом? Почему вы не встречаетесь на НГ и дней рождения? Лично мне показалось, что кто-то из вас не свободен. Когда мы вместе, на этом море нежности, буря, ураган, океан эмоций. Это страсть. И на страсть и отношения не построят. Страсть также нельзя пронести на протяжении всех отношений. Со временем страсть так и иначе будет уходить, будет появляться что-то спокойное. И если люди не умеют на этом спокойном выстраивать отношения, то начинаются конфликты с собой. Страсть возникает в результате идеализации партнера. То есть приписывания ему каких-то позитивных качеств, которые мы хотим видеть, например, в себе. Последние два месяца мы вместе. Он подарил мне поездку, съездили в горы, он катается. Это очень важно для него, он хотел разделить это со мной. Что значит, последние два месяца вы вместе, вы начали жить вместе или что? Я в первый раз встал на лыжи в поездке, лыжи и все, что к ним нужно. Для меня он взял с собой. Вы как будто бы говорите здесь о том, что мужчина о вас заботится и как будто бы вы ему важны. Как будто бы вы пытаетесь почувствовать себя важнее за счет отношения мужчины. Поездка была волшебной, потом мы еще пошли неделю в месяц. Потом он уехал, я не смогла взять отпуск, я скучаю, когда он уезжает. Скука, с одной стороны, нормальная, но с другой стороны, если скука все объявляется, это говорит о том, что ваша собственная жизнь вам не интересна. Мы разговаривали раньше о том, что ему не нужны серьезные отношения, но после такого я почему-то подумал, что что-то изменилось. Интересно, интересно вы пишите, я почему-то подумал, что что-то изменилось. Я думаю, что здесь история про то, что вы хотите серьезных отношений, вы хотите защищенности, вы хотите гарантий, вы хотите чего-то, чего вам сейчас не достает, и это что-то, вы хотите получить серьезные отношения. То есть, почему-то подумал, а это проекция, приписывание человеку того, что вы сами хотели бы. Мы стали ближе, он часами учил кататься меня, каким был заботливым, как я готовил завтраки, как мы гуляли нам вместе классно. Ну, здесь я не очень понял оборот речи, но опять же, вы говорите про себя, про свои ощущения, но приписываете эти ощущения ему. То есть, здесь проблематика личных границ. Верный признак зависимости. Потом ничего, ничего не изменилось, а должно было. Я решил позвонить и узнать, почему мы попробовали жить вместе, если не собираемся жить вместе. Снова, здесь мы. Здесь нет личной ответственности. Почему я попробовал жить вместе, если мужчина сказал, что не хочет серьезных отношений? То есть, здесь игнорирование позиции человека в пользу своих потребностей. Он сказал, потому что это было классно, ну, что-то такое. И это правда. То, что с вами классно, не означает, что он хочет с вами строить серьезные отношения. Просто нам хорошо вместе. Я в слезах. И вы не подвергаете вниманию, вы не обращаете внимания на то, откуда у вас слезы. Ведь слезы возникают не просто так. Считаете ли вы проблемой, что у вас появляются слезы? Считаете ли вы проблемой то, что фактически это детская позиция? И попытка манипуляции мужчины. Он решил, что, возможно, лучше будет расстаться. Зачем, если вместе хорошо расставаться? Да, но вы же сами сказали, что зачем жить вместе, если мы не собираемся жить вместе. Тут вы противоречите. Сами себе. Он сказал, потому что не может дать мне то, что мне нужно. А что мне нужно? Да, действительно, Елена, а что вам нужно? Чего вы хотите? В итоге решили пока оставить то, как было. Опять же, кто мы? Кто мы решили оставить то, как было? Вы или он? До следующего такого разговора о будущем. Он говорит, что ему дорога свободы. Я этого не понимаю. Для меня тоже дорога свободы, но я ее с кем-то не теряю. А почему вы судите по себе мужчину? Мужчина другой человек. То есть она у меня все равно остается. Да, возможно, но... Почему у другого человека должно быть так? Поговорить мы можем, только если я обостраю конфликт. То есть по сути манипуляции. А так между вами получается доверия и открытости нет. Что говорит о том, что отношения вы выстраиваете довольно ограниченными аспектами ваших личностей. Его позиция не меняется. А она должна? Он так и сказал, ничего не изменится. До этого у него были отношения пять лет. И так же жили вместе. А потом она ушла тихонько, потому что никуда ничего не двигалась. И выдумались, что с вами будет по-другому. Почему? У меня внутри огонь горит, пока я не знаю. Не знаю, чего. Внутри есть надежда. Надежда на что? Самый лучший, самый качественный способ стать независимым, это отходить от надежды. Надежда часто связана с иллюзией, проекциями, ожиданиями. Я получаю невероятные эмоции. От чего? От того, что вы не знаете, от того, что вы рискуете. Но здесь ведь замкнутый круг. Получается, что вы, находясь в ситуации, кайфуете не от ситуации, а от того, как эта ситуация может развиться. Когда вы узнаете, что ситуация так не развивается, как вы и ждете, огонь проходит. Когда внутри я понимаю, как оно будет, хотя, конечно, не факт, но все, огня нет. Да, нет надежды. Вопрос не в том, как заставить или убедить, или что-то еще, а как вынуть внутренний огонь. И это ощущение переживания чуля. Елена, а вы хотите все время переживать чуля? Вы хотите все время чувствовать огонь? Вы хотите чувствовать огонь только с мужчиной, или вы хотите чувствовать его сами по себе всегда? Давайте конкретизируем немножечко. Я не думаю, что человек может все время переживать огонь. Я не думаю, что человек все время может переживать чуля. Я не думаю, что это возможно. Если вы считаете по-другому, это ваше право. Но я не думаю, что это возможно. А дальше, на мой взгляд, огонь можно вернуть, если развивать контакт с самой собой, со своим внутренним миром. Сейчас у вас ничего такого, к сожалению, нет. И психотерапия может быть направлена именно на то, чтобы развивать контакт с самой собой. При этом параллельно решая ваши внутренние противоречия, которые у вас есть. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать над собой работу. Желаю вам всего самого доброго. Удачи. Обращайтесь за помощью. Буду рад, так же, как и другие эксперты, оказать вам эту самую помощь. Но сначала определитесь с тем, в каком направлении вы хотите двигаться.